Всем первый день сокращенной недели Моргенштерна, потому что, ну вот, 600 лайков всего не добили, ну как так можно? Тем не менее, давайте приступать, меня по-прежнему зовут Стас Гарф Прот, и вы сами сейчас поймёте, какую песню мы сегодня будем ковырять. И начнём с темпа, который в нашем случае сегодня 206 ударов в минуту, и добавим первый инструмент, который называется Цитрус, Ситрус, как хотите. И добавим пресет, которого у вас нет, потому что я накрутил его сам, он будет в проекте, а проект, сами знаете, где будет, сами знаете, когда будет. Мелодия звучит так. Я думаю, что вы уже поняли, что это ЖТА, так что пропишем мелодию. Продлим. Только кое-чего не хватает, вы не находите. Дело в том, что нам нужно зайти вот сюда в шестерёнку, в настройки, порта, моно и... И давайте на всякий случай продлим ещё на 4 такта, и добавим второй инструмент, который там трюнг, трюнг, какие-то такие аккордики играет, мы возьмём его из флекса, потому что он тоже стандартный, и в нём есть подобные звуки. Жмём Олл, Тэкс и Орган, потому что нам нужен вот этот звук. Можно поднять вибрато и ротори, потому что так круче. Идеально. И звучит он как-то, по-моему, первый аккорд. Вот так, и вот так. Погромче. То, что нужно. Тут будет у нас играть G, просто G октавой. Поставим ещё А. Да, вот так, хорошо. И дублируем сюда вот это, хотя зачем? Проще прописать. С, D-sharp. Можно вот так ещё. Наверху выделяем Ctrl-B. И добавим флекс, чтобы у нас появился бас. Для этого снова жмём Олл, Тэкс, и на этот раз выбираем бэйс, бас, электрик. На несколько октав ниже. То, что нужно. Пропишем мелодию. Начнётся она с G3. Там так играется. А. А на октаву выше. Выделяю наверху. Ctrl-B. Осталась вишенка на торте. Это колокольчики, которые я взял из... Короче, вот так называется пак синтшотов. Он бесплатный, вы сможете его скачать. Cut itself. Выбираем здесь stretch, чтобы он стал длинным. Можно зайти сюда и EQ поднять. Чтобы он стал просто громче на самом деле. Вот так. G7. Ctrl-U. Нет, нам нужно только два звука. Правая кнопка мышки. Fine pitch. Вот так вытаскиваем, чтобы было удобнее. Плюс 50 центов. А этот минус 50 центов. Всё это. Ctrl-B. Ctrl-B, Ctrl-B, Ctrl-B. И я думаю, что можно сделать их чуть побыстрее. Вот за эту стрелочку тянем и вот как-нибудь... О, идеально. Ещё мы можем настроить им envelope. Вот так, вот так, вот так, вот так. Чтобы было ещё чуть-чуть аккуратнее. А так, у процента на 3. Шикарно. Но там ещё вот сам основной звук тоже с таким вибрато. И это вибрато мы сделаем за счёт слайд-нот. Каких-нибудь вот таких слайд-ноты сюда. Послушаем в соло, чтобы было понятнее. Первый звук просто убрали. Стало получше. Теперь всё это наверху выделяем. Ctrl-B. Шикарно. Теперь всё это на микшер. И займёмся битом. Ну и ещё немножко убавим. Вот как-то так это будет звучать в итоге. Ну и я надеюсь, вы понимаете, что как обычно, как только это видео наберёт 3333 лайка, проект этого бита со всеми зарендеренными партами, со всеми колокольчиками и пресетами окажется у меня в Инстаграме. Ссылка на который в описании. Можете туда перейти и ещё подписаться. Я уж точно против не буду. И если вы хотите максимально быстро получить этот проект или вам просто нравится это видео, то обязательно ставьте заслуженный лайк. Мой любимый клэп. Он есть почти вот этот. Почти во всех паках. И везде называется по-разному. И вот этот хай-хэт. А всё остальное вот отсюда. Кик самый первый. 808-й. Вот я нашёл очень похожий. Вот этот. И open-хэт. С которым я не совсем согласен. Клэп, по-моему, там прописан на нотке D, а не на нотке C. Хай-хэт. Только потише. Вот так. Ctrl-B. Только вот здесь. Выбираем одну, вторую. И Ctrl-U. Правая кнопка мышки так прруруруру. Тянем вниз. Чуть убавим ещё. Open-хэт. В open-хэте чуть-чуть его сократим. Вот так. Ещё там, по-моему, в конце open-хэт есть такая штука. Давайте одну, вторую возьмём. Ctrl-U. И правая кнопка мышки потянем вверх. Чтобы было. Вот такой звук На open хэте чуть-чуть шифта А на основном хэте Побольше шифта Потише чуть-чуть Вот А, ну и на басеце тоже нужно сделать вот так Cut it self, никто не отменял Только вот здесь, вот так D-Sharp 6 и D6 Ебой Теперь кик, он будет играть в точности по басу на ноте C5 Погромче Во И вот здесь так же смещаем Теперь давайте копируем весь бит Перенесем в новый паттерн, чтобы сделать сайдчейн Как я показывал с помощью слайд нот Ставим нотку, делаем ее слайд ноткой Как-нибудь очень сильно сокращаем Основную нотку убавляем Мне вот так нравится И вот этим звуком заменяем все остальные Теперь Ctrl C инструмента в новый паттерн Split by channel, потому что пришло время структуры И то же самое проделаем с битом Вот наш полный набор звуков Теперь давайте все это скинем на микшер Не знаю как вам, но мне гораздо удобнее Если бит вот так вот расположен в правильном порядке Потом в правильном таком же порядке располагается на микшере И все правильно названо В начале бит будет обработан half-time Ну давайте сразу сделаем какую-нибудь быструю обработочку Потому что нужно, чтобы он звучал как в оригинале А чтобы он звучал как в оригинале, он должен звучать гораздо low-fine Для этого нам нужен RC20 VIV очень сильно сократим, потому что он там почти что моно А в стерео у него только реверберационный хвост Так что ставим сюда Reverb 2 от FL И как-нибудь вот так, как-нибудь вот так, как-нибудь вот так Size побольше Теперь на первое место ставим half-time Выбираем здесь режим 1-2 Или должно быть еще выше Только надо было поднять еще на октаву выше, да Без half-time будет звучать вот так И давайте make unique нажмем вот здесь на паттерне Чтобы вот эти штучки сократить Чтобы они корректно звучали с half-time в 1-2 А если мы их не сократим, то звучать будет вот так Вот это наше вступление Потом начинается основная часть Нету здесь вот этого баса И у нас уже не должно быть half-time на основном части Так что заходим сюда Жмем на крутилочку Крутим mix Правой кнопкой мышки на крутилку Create automation clip И вот здесь уже half-time отключаем Наоборот, вот так А вот здесь снова будет играть half-time Только начнется все с баса Вот этот отыграет И давайте Ctrl-L в басе И сделаем вот так вот Чтобы он обрывался сразу, как только отыграет И еще нам нужно вообще все остальные звуки немножко подкрутить Вот отсюда все-таки, я думаю, нужно немножко вырезать Серединки Подпилим немножко низа И реверва побольше И вот дальше у нас пойдет вот это все Но без лида И бас, который будет идти без сайдчейна Так что сюда нажмем make unique И нам нужно найти паттерн, который без сайдчейна Вот он у нас Ctrl-C Идем вот в этот паттерн Ctrl-V Заходим в него, жмем Ctrl-L Потом весь остальный бит Кроме кика Вот здесь у нас снова Лида тут не будет Зато будут вот эти колокольчики Звучат они, конечно, пока не очень благородно Давайте хотя бы реверочку на них накинем Тоже стерео реверки мы сделаем Еще закинем сюда параметрик Чтобы правой кнопкой мышки нажать, выбрать low pass Вот так его сделать максимально резким И вот так Мы это сокращаем, потому что у нас тут бас И у нас снова будет нормальный бас с киком Я забыл очень важную вещь Потому что все это время здесь играет уже другой парт вот этих аккордов Отличается он тем, что у нас добавляется вот такая штука И убавляем Да Да-да-да, вот Да И начинается снова один в один парт из вступления Потом то же самое вот так идет И потом снова кусочек без half-тайма Нам еще нужен кусочек из оригинальной темы GTA San Andreas Вот этот кусочек Как-нибудь вот так его подкоротим Вот это нам не нужно, поэтому крутим in Вот оно Ну и еще можно, конечно, собрать полный канал инструментов Чтобы закинуть сюда какой-нибудь J37 Но вот эти мои стандартные приколы Которые, наверное, не всем понятны Но мне хочется Я могу в своих видео кидать J37 куда хочу Вот этот пресет Но из левела убавляем Теперь соберем общий канал ударных На него обязательно нужно накинуть чуть-чуть расширения Чуть-чуть, вот капельку Вот так вот Стерео из включаем Капельку, капелюшечку И такое же стереорасширение мы закинем на бас Просто перетаскиваем тот же самый пресет Вот этот у нас стандартное место Вот так Ну и, конечно же, как все могло обойтись без озона на мастере Вот эти звучки еще немножко сократим Наверное, нужно убавить еще больше низа Во! Оно! И перед тем, как мы послушаем этот биток Который, я надеюсь, вам понравился Я настоятельно рекомендую вам Написать в комментариях Какая для вас была самая тяжелая миссия в GTA GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas Вот из этих трех игр Ну и, конечно же, напоминаю вам Что у меня есть видеокурс по битмекингу В стиле новой школы и трэпа От А до Я Который в том числе подойдет и новичкам Он стоит 3290 рублей И чтобы узнать о нем подробнее Или его заказать Можете написать мне Ссылка на меня есть в описании Можете написать мне вконтакте Или в инстаграме в директ Так что напишите мне прямо сейчас Закажите видеокурс И если это видео показалось вам чуть-чуть полезным Капельку интересного Или просто понравилось То ставьте полностью заслуженный лайк Ну и чтобы не пропустить Второй день сокращенной недели Моргенштерна Или просто другие видосы в PFL Studio Обязательно перейди вниз И нажми кнопочку подписаться Кнопка внизу Прямо сейчас Нажми ее И подпишись на канал Ну и я надеюсь Тебе было интересно смотреть это видео Меня по-прежнему зовут Стас Гарфпрод Пока До встречи в следующем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok